Полуторавековая кирпичная кладка приводит в восторг строителей и реставраторов, восстанавливающих здания зимней гостиницы на Валааме. Старые мастера не имели оборудования и приспособлений, какие есть у нынешних строителей. Но, тем не менее, клали кирпич идеально ровно, а раствор настолько прочный, что разбить его практически невозможно. К 2020 году в здании откроется духовно-просветительский центр с библиотекой, выставочными и конференц-залами. Реставраторы обещают, что не ударят в грязь лицом и все сделают в лучшем виде, как когда-то их предшественники. Гостиницу восстанавливают после пожара. Он случился в мае 2016 года. Всех жителей переселили на материк благоустроенной квартиры, но многие все равно не хотят расставаться с островом. Валаам это навсегда. Теперь кто-то приезжает сюда, чтобы потрудиться в паломнической службе, а некоторые посвящают Валааму стихи. Поздней осенью, когда в Ладоге уже сильно штормит и метеоры перестали возить на Валаам туристов, кажется, что жизнь на острове замерла, и он будто отрезан от мира. Но это только на первый взгляд. Нет, Валаам не спит, он сосредоточился на главном. В скитах монахи усердно возносят молитвы и читают синодники с именами ушедших. Здесь их тысячи. Со всей России приходят просьбы молиться о ближних. И монахи неустанно исполняют это правило. А на центральной усадьбе не умолкает строительная техника. Кажется, только сейчас, когда с деревьев облетела листва, а вокруг нет огромных потоков туристов, стало заметно, как много успели сделать строители. Вот так полтора года назад выглядела зимняя гостиница. Памятник архитектуры середины 19 века, в веке 20-м, использовался как интернат для престарелых и инвалидов. Затем здесь устроили школу и жилые помещения для учителей, работников заповедника и других людей, оставшихся на острове. Этажи разделили деревянными и кирпичными перегородками. Все удобства в конце коридоров общие. Получилась большая коммуналка по Валаамски. Ее должны были расселить, чтобы начать реставрацию. Но никто не думал, что это случится так скоро. Вот именно в этой комнате 1 мая 2016 года рано утром начался пожар. Соседка напротив вышла в коридор и увидела странную картину. Из-под двери буквально тек огонь. Это значит, что горела либо самогон, либо какая-то спиртосодержащая жидкость. Я когда увидела, что вот дверей нет, я первая мысль была, там же, наверное, люди. Потом я подумала, людей там уже нет, потому что там просто было планы. В этой квартире уже ничего, она горела полностью. Меня удивляет, как может так гореть. В этой истории вообще много удивительного. Ну, во-первых, обошлось без жертв, хотя огонь распространялся стремительно. Позже, когда в одной из комнат разбирались завалы, в полу нашли снаряд. Времен Великой Отечественной. Во время бомбежки он попал в дом, но не разорвался. Так и пролежал много лет. Ну и, наконец, сам пожар произошел на Пасху и словно поставил точку. В многолетнем споре. Ведь далеко не все хотели оставить свои комнатушки в зимней гостинице и переехать на материк в благоустроенное жилье. Есть определенная категория, определенный контингент такой из трех, четырех, пяти человек, которые встали в конфронтацию в монастыре. И мне даже, знаете, смешно, когда говорят, вот нас там выселяют, мы там коренные жители. Ну какие они коренные жители? Это приехавшие люди, работают на Валампе. Но это ведь ни для кого не секрет был, что многие просто сдавали квартиры туристам и зарабатывали на этом неплохие деньги. Ну как можно сделать секрет из того, что вывесено в интернете? Через интернет сдавались эти помещения. Так что это был своего рода бизнес. Бизнес-интересы, как водится, прикрыли другими предлогами. И вот в интернете уже полно статей о том, как монастырь притесняет светское население, а сам распоряжается островом, как вздумается. Ну, например, богатому человеку разрешили похоронить на Игуменском кладбище своих близких родственников. Но никто и не пытался узнать, сколько денег жертвовал этот человек. А ведь даже самые ярые критики обращались в монастырь за помощью на дорогостоящей операции. Помощь оказывали. Правда, об этом быстро забывалось и вновь лились потоки обвинений. Почему компании Россети позволили построить на острове свое представительство? В этом здании, кстати, летом 2017-го было подписано соглашение о начале модернизации всей энергосистемы Карелии. Россети вкладывают в проект несколько миллиардов рублей. Малам вообще способствует привлечению инвестиций и делает имя всей Карелии. Третий год на острове благодаря Россетям проходит международный фестиваль «Просветитель». Ну где еще местная публика могла бы услышать такие удивительные распевы, если бы не этот фестиваль? Мало славы гряди, мой имя, Господь. Валаамский образ Богородицы в кабинете главы Сартовальского района на самом почетном месте. Валаам – настоящая жемчужина района и его верный кормилец. Сегодня только в туристическом бизнесе на территории Сартовальского муниципального района занято более 800 человек работающих. Они взаимосвязаны между собой. Люди, которые приехали на Валаам, естественно, они приезжают в город Сартовала, они хотят потестить другие туристические объекты. Привлекая туристов, спонсоров и меценатов, Валаамский монастырь тратит полученные деньги, конечно, на обустройство острова, на реставрацию старых храмов, строительство новых, но при этом не забывает и простых местных жителей. Благодарительностью монастырь занимается от удовольствия. Все пенсионеры питаются в монастыре. Если не питаются, то берут продукты. Вот и всем жителям сгоревшей зимней гостиницы. Помимо того, что выделили благоустроенное жилье в Сартовале, дали еще и подъемные. Около 50 тысяч рублей на каждого. Две однокомнатные квартиры на себя и на сына. И деньги, кстати, получил и подозреваемый в поджоге здание Дмитрий Синица. Сейчас, правда, он не выходит на связь. Телефон отключен. Возможно, переживает разрыв с островом. Таких, кстати, немало. Бывшие валаамцы ностальгируют и даже посвящают стихи святому острову. Учитель географии Светлана Попкова тоже скучает по острову. Почти 30 лет она работала в местной школе. Но о разрыве с валаамом и речи нет. Он был и остается с нею. Возможность встречаться с валаамом у меня все равно осталась. Допустим, летом я приезжала и работала опять же в паломнической службе. Сейчас Светлана живет в Сартовале и по-прежнему преподает географию. Сразу в двух школах есть желание профессионально реализовать себя на новом месте. Но летом, во время каникул, она, конечно, поедет работать на валаам в паломническую службу. На самом деле связи с валаамом могут остаться, если ты сам хочешь. На Сартовальской пристани пассажирский омик дожидается группу рабочих и строителей. Рядом судно поменьше. Сейчас разгрузят почту, возьмут на борт все необходимое и снова на остров. Там кипит работа. В зимней гостинице уже разобраны все завалы. Строители сняли множество слоев штукатурки, накопленной за долгие годы. Длинные коридоры стали красными от полуторавековой кирпичной кладки. Очень приятно удивляемся, как люди могли в те времена без высоких технологий производить такие работы. Потому что даже кладка, которая внутри здания, то есть, ну, выполнена идеально. То есть, люди делали на совесть, как говорится. Мы стараемся. Мы стараемся, чтобы наши предшественники нами гордились. Потому что, ну, хочется не ударить в глядь с лицом. Сейчас в зимней гостинице начался монтаж систем жизнеобеспечения здания. Водопровод, канализация, электрика. В будущем духовно-просветительском центре даже установят лифты, чтобы его могли посещать инвалиды-колясочники. К 2020 году здесь откроется библиотека, выставочные залы и конференц-аудитории. Все будет самое современное. Это еще одна монастырская традиция. Быть на шаг впереди. Олег Горновский, Игорь Ореховский, Кирилл Ларионов, Полина Рязанская. Вести. События недели. Остров Лам.